Я, наверное, Гитлера убью. Вот глаза закрою, бах, и выстрелю. В небольшой студии второй год идёт кропотливая работа. Современные дети читают стихи об ужасах фашизма. Полные детской непосредственности, искренности и отчаяния строки сочинила в шестилетнем возрасте, а потом записала по памяти уже после войны русская поэтесса и педагог Алла Азиншарф. В 2016 году в Санкт-Петербурге вышло издание этих стихов, которое стало больше похоже на альбом. Ведь каждое произведение в нём сопроводили иллюстрациями, рисунками детей. Год назад впервые издание увидели петрозаводчане Денис и Юлия. Тогда они и начали свой семейный подвижнический проект. Когда этот альбом попал мне в руки, я прочитал и зацепил за живое. То есть захотелось его донести до как можно большего количества людей, чтобы об этом авторе, об Алле Азиншарфе узнало как можно больше читателей. Прочувствовать самим и дать прочувствовать зрителям те эмоции, которые пережила попав в гетто маленькая девочка – вот главная задача проекта. Стихи озвучивают петрозаводские школьники. Показали альбом, они сами прочитали и сами выбирали стихи, которые их больше всего трогали. Мы им рассказали, естественно, всю историю и про Холокост, и про все ужасы, которые дети переживали в то время. Дети у нас все прочувствовали кожей, и все это перенесли в микрофон. Мы им были благодарны очень, потому что они настолько прониклись. Я каждый раз, то есть сначала с ними мы работаем, потом они записывают несколько дублей, потом все это сводим, и я каждый раз плачу. В первый раз я увидела повешенную. Ее раскачивало ветром, и в бок свисала голова, и я не знаю, как про это сказать слова. Я убежать, бежать хотела, а все равно она висела. И так скрипели скрипом ветки, и было холодно от ветра. Сейчас к показу готовы 22 серии. Авторы отправляют их на всевозможные площадки, чтобы познакомить с материалом как можно больше людей. Первыми, кто взял фильм «Свой фонд», стал Музей героизма и Холокоста «Яд Вашем» в Израиле. В сентябре месяце мы отправили им фильм. В октябре мы поехали в Иерусалим, были в Яд Вашем, нашли людей, которые занимаются, занимались перепиской с нами. Нас там встретили как самых дорогих гостей. Очень хорошо нас встретили, пообщались. Низкие поклоны, спасибо вам за такую работу. Нам показали, что уже в этом огромном хранилище, миллионном материалов в середине, размещен наш фильм. То есть люди могут прийти и посмотреть наш фильм в музее Яд Вашем. Оживленный альбом детских рисунков уже представлен в президентской библиотеке имени Ельцина. Побывал на фестивале Януша Корчика в Санкт-Петербурге. А также на конкурсе социальных проектов при Ленфильме. Везде успех и большой интерес к работе. А впереди конференция в Риге и фестиваль военного кино в Туле. Тем временем работа над проектом продолжается. Анастасия Михайлова, Светлана Воробьева, Владислав Бутников, телеканал Юрген при содействии Сампо ТВ 360 Карелия.